Этот детский сад будет рассчитан на 300 мест, 15 групп, спортивные и музыкальные залы. Объект начали возводить 12 июня 2017 года. Сейчас здесь начальный этап работ – подготовка площадки и заливка фундамента. На строительстве работают 70 человек. Подрядчик планирует завершить нулевой цикл к середине декабря этого года и заверяет, что со сдачей самого объекта проблем не возникнет. Срок сдачи объекта – октябрь 2018 года. Сомнений в том, что мы успеем, никаких нет. Детский сад в микрорайоне Бурнаковский – первая точка инспекционного объезда главы региона Глеба Никитина. Ему докладывают, что отставание от графика все же есть. Сейчас это уже около двух месяцев. Если подрядчик не успеет, то контракт с ним может быть расторгнут. Но глава региона все-таки дает возможность строителям войти в график. Мы решили, что мы посмотрим, насколько в настоящий момент в этот раз уже действительно все проблемы, которые имели место быть в деятельности подрядчика, решены. Он действительно сейчас будет наращивать темпы. Мы договорились, что это будет три недели для дополнительного анализа ситуации. В случае, если тревожные симптомы будут продолжаться, мы будем рассматривать вопрос рассажения договора о привлечении другого подрядчика. Это, конечно, может вызвать своих сроков. Мы исходим из того, что все-таки мы должны пока стоять в графике и рассчитывать на реализацию. Следующей точкой объезда становится детский театр «Вера». Глеб Никитин дает поручение два участка, которые прилегают к театру, передать из областной в муниципальную собственность, что позволит расширить парк вокруг Мещерского озера и благоустроить территорию полностью. Это часть реализации президентской инициативы проекта по формированию комфортной городской среды. На данном объекте, чтобы у вас было понимание, работа выполнена только на 40%. Завершение работ будет в весенний период. И, конечно, когда расцветут деревья из-за зеленей трав, ощущения будут совершенно другие. В ходе объезда глава региона оценивает и общее благоустройство Канавинского района. По мнению Глеба Никитина, красивых мест в Нижнем Новгороде должно стать как можно больше. Уборка улиц, благоустройство парков и скверов. Эти вопросы приоритетные. Мы посмотрим еще также в рамках комфортной городской среды другие общественные пространства. Это и продолжение, то есть подготовка проекта и продолжение Покровки. Это парк Победы, возможно, и создание пляжей и набережной. Это парки обязательно. Мы сейчас рассматриваем развитие парка Дубки. И тоже в рамках комфортной городской среды. И другие объекты. Жители Мещеры уже успели оценить преображение своего микрорайона. Становится намного чище, намного приятнее здесь ездить. Я живу рядом. Я очень рад, что здесь проходят такие мероприятия благоустройству. Спасибо чемпионату МИР за это. И губернатору, и нашей администрации. Глеб Никитин считает, что проделанная и предстоящая работа сможет полностью изменить облик Нижнего Новгорода. Алифтина Батурина, Максим Веселов, Объективное ННТВ.